Девочки, всем привет! Вы на моём YouTube-канале 30+. Я психолог по еде. Такое вот интересное название. И я работаю с женщинами после 30-40 лет с вопросами, связанными с питанием. И сегодня мы с вами говорим про очень интересную тему. Я считаю, вы сами задаёте часто мне вопросы, и я отвечаю. Мои видеоролики околонаучные, как я говорю. Я не врач, и никогда им не буду, к сожалению, когда нужно работать. Возможно, в следующей жизни. И сегодня мы просто с вами говорим про очень такую важную историю, которую вы сами и заявили. И это тема хронического стресса. На что влияет хронический стресс, и как можно исправить эту историю. Малчи, детка. Вдох-выдох. Хронический стресс обычно возникает, и возникает помимо пищевая зависимость, игромания, залипания в социальных сетях, или телевизоре часами, и даже днями. От этого возникает хроническая усталость, раннее старение, заболевания головного мозга возникают, артриты, диабет и остеопороз, усиление хронических болей. Вот все эти вещи, они связаны с чем? Со стрессом. Поэтому, когда мы с вами говорим про метаболическую дисфункцию, неконтролируемое увеличение веса, от самого по себе стресса не толстеют. Максимум, вот у меня был стресс, у меня отек. Повышается кортизол, он умеет вызывать накопление опасного жира на животе, усиливает тягу к жиру, к соли, к сахару. Но это, конечно, временная история, и те, кто знают свои реакции, они научились ими управлять. Плюс повышенный стресс, это тоже реакция на продукты, на несовместимые истории. То есть это тоже бывает, организм сам выдает, потому что, например, нарушение пищеварения, язвы, вздутия, спазмы живота, проблемы со сном, чувства разные вы испытываете, нестабильность, снижение либидо. И как взять эмоциональное состояние под контроль. Исследования говорят о том, что релаксация, медитация, это круто работает, но есть еще и дополнительные вещи. Быстрее, эффективнее восстанавливаться. Это пищевая грамотность. Я кучу раз показывала про хронический стресс, как многие худеют на стрессе, толстеют на стрессе. И чтобы работать со специалистами, похвально, но антистрессовые домашки, домашние задания должны быть вашими лайфхаками. Что это значит? Я скажу так, не заедайте стресс. Кортизол и инсулин являются катализаторами друг друга. То есть, когда много кортизола, то будет всегда повышен сахар. Какую бы вы диету не соблюдали, это так работает. То есть, вы из разряда перенервничали, можно даже не мерить глюкометром. Следующая техника релаксации, медитации, она доступна в моих видео. Близкие люди, отвлечения, это все исцеляет. Ловите негативные автоматизмы и выкидывайте их из головы. Плюс, я считаю, что алкоголь и стимуляторы, они приводят к усилению стресса. Суперважен сам иммунитет, с которым вы работаете в тарелке. Про тренировки. Они могут вас истощать. И важно выбирать тренировки, которые подходят вам. Максимальная физическая активность, особенно на свежем воздухе, это один из лучших способов преждевременного стресса, разувенчивания и время с занятиями, с приятными делами, массаж, рисование, прогулки, обучение. Все это имеет место быть. Выходите на улицу в течение светлого дня хотя бы пару раз, и это уже будет вам поддержкой. Найдите способ высыпаться каждый день. Это дисциплина. Вот как бы это такие, знаете, общие рекомендации, но, конечно, лично я все, кому могу, даю. Но есть еще другая вещь, которую я вам назову. Это стресс снижает приток крови, стресс влияет на пищеварение, то есть, ну как вам сказать, не появляются язвы, несварения, какие-то другие проблемы, и это все часто связано со стрессом. И адреналин и кортизол, это не друзья женских гормонов, это друзья, ну вообще не друзья. Поэтому старайтесь себя поддерживать и во многих случаях работать чисто внутренне. Подписывайтесь на мой канал, сразу вам отвечу.